Приветствую! Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила. Такие три лозунга партии были размещены на фасаде Министерства правды в известном всем произведении Оруэлла 1984. Почему я сейчас об этом говорю? Да потому что подчас наша с вами окружающая действительность подкидывает нам какие-то события, которые являются не то чтобы пародией на эту книгу, а подчас они прям скопированы оттуда и вызывают именно такие ассоциации, именно ассоциации с этой книгой. О чем я сейчас хочу поговорить? Хочу я сейчас поговорить о разговорах в Украине о запрете Телеграма. Да, к сожалению, мы неоднократно уже сталкивались с тем, что в публичном пространстве от политиков, от людей, занимающих государственные должности, идут такие мысли, что Телеграм нужно запретить. И последнее, что меня прям вдохновило, скажем так, на записи этого видео, это заседание, заседание комитета по свободе слова, комитета Верховной Рады. И, кстати, некоторые люди сейчас мне скажут, Олег, ну уже же это опровергли, мол, уже же прошла информация, что это фейк. Так давайте разберемся с тем, фейк это или не фейк. А для этого мы должны смотреть с вами что? Первоисточник. А первоисточником в этом вопросе для нас является сайт Верховной Рады Украины. И вот сейчас мы его с вами и посмотрим. Сейчас на ваших экранах сайт Верховной Рады Украины. И ссылочку, естественно, на эту публикацию я оставлю в описании к видео, чтобы вы могли зайти и проверить, и убедиться в том, что ничего здесь не придумано. Итак, что мы здесь видим? Комитет с пытань свободы слова, провив круглый стил, журналистские стандарты, тапрофессийно, этако в умовах вины. Подчеркиваю, комитет с пытань свободы слова. И посмотрим, что же тут интересного они сказали. Нас интересует Телеграм, да, все остальное мы пропустим. И вот что они пишут. Не обойшли співрозмовники увагою и тему загрози национальной безопасности от социальной мережи Телеграм. Участники круглого столу выисловили переконание, что необходимо шукать шляхи для забороны ее деятельности в Украине. Итак, комитет по вопросам свободы слова говорит, что нужно запретить социальную сеть. Именно ту сеть, в которой каждая из нас может зайти, создать канал и высказать то, что он считает нужным. Но комитет по вопросам свободы слова хочет закрыть Телеграм. Почему? Понятно почему. Вопрос, конечно же, стоит в первую очередь информационной войны. Потому что в условиях информационной войны мы понимаем, что нужно контролировать источники информации. И нужно, чтобы правильная информация доносилась до граждан. Но вот вопрос, а не скрывается ли за этим наступление на свободу слова? В принципе, ведь закрыв Телеграм, закрыв возможность каждого человека высказываться без собственной идентификации, мы же начинаем что делать? Мы начинаем контролировать человека. И, кстати, еще хочу обратить ваше внимание, почему Телеграм. Вот здесь есть исследование «Детектор медиа». Вот такой сайт, тоже ссылочку оставлю, естественно, на него. Это издание «Медиа Сапиенс». И вот их исследование. О чем говорит? «Перважная мережа для отрывания новин в социальных мережах. 22-23». Телеграм стоит на первом месте. С огромным отрывом идет «Фейсбук» и потом «Ютуб». Почему же Телеграм хотят запретить, а «Фейсбук» и «Ютуб» нет? Потому что все просто. Политика. Политика конфиденциальности этих социальных сетей. Телеграм не выдает своих, скажем так, подписчиков, да, своих пользователей и не блокирует, ну, если там уже, насколько я понимаю, не совсем уж полная жесть. Что касается «Фейсбук» и «Ютуб», там политика другая. И в ответ на запросы соответствующих компетентных органов, они, насколько я понимаю, могут блокировать те либо иные каналы, если, соответственно, государство просит. Поэтому вопрос о закрытии этих социальных сетей не стоит. Стоит вопрос только по Телеграму. Ну и, кстати, еще нужно посмотреть, да, вот, коррестувание социальными мережами для спилкувания. Что стоит на первом месте? Опять же, Телеграм. И вот сегодня глава этого комитета дает интервью. И о чем же он говорит? Он тоже говорит о том, что надо Телеграм контролировать, либо закрывать. Ему лучше, конечно, контролировать, но если что, то можно и закрыть. И сейчас они хотят начать вот такую борьбу с площадками в Телеграме. Каким образом? Через налоги. То есть, они говорят, что мы там обратимся к налоговой и будем проверять, а платят ли налоги эти Телеграм площадки за то, что дают рекламу. И тут у меня, конечно, возникает другой вопрос. А при чем здесь комитет по вопросам свободы слова, к налогам, к рекламе? Почему вы этим начинаете заниматься? То есть, если вы говорите о свободе слова, то мне кажется, что все-таки комитет по вопросам свободы слова должен отстаивать право человека на свободу слова. И уж никак не должен заниматься вопросом закрытия этой самой свободы. Закрытием площадки, на которой пользуются, на которой высказываются большинство граждан Украины. Ну вот, ну как здесь не провести ассоциации с Министерством правды, да? И вообще с вот этим произведением Оруэлла 1984, да? Где все было наоборот. Вот так почему-то и у нас. Но по меньшей мере, это я воспринимаю так. Может, конечно, за тем, что они говорят, за тем, что они делают, скрываются и только-только светлые цели, да? Только цели, связанные с победой в информационной войне. Но что для меня значит закрытие Телеграм? Что это значит? Да то, что мы, наверное, проигрываем информационную войну. И возникает вопрос, а как так получается, что мы на своем поле у себя в Украине проигрываем информационную войну? Может, все-таки соответствующим организациям, которые получают деньги из бюджета на информационную политику, да? Может, там надо покопаться? Может, они что-то делают не так, если мы проигрываем информационную войну? И может, вопрос все-таки не в Телеграме, и не нужно его закрывать? А закрыв Телеграм, мы же к чему подходим? Ведь это же может использоваться и совсем в других целях. А вдруг кто-то придет к мысли о том, что надо просто зачистить информационное пространство. И закрыв Телеграм, оставив только те соцсети, где достаточно легко идентифицировать человека, где есть такая возможность его идентифицировать, заблокировать тот либо иной канал, то мы приходим к чему? К тотальному контролю информационного пространства, к невозможности реализации свободы слова. Так к чему мы тогда вообще дойдем? Что у нас будет один сайт, один канал, один телеканал, один радиоканал, где будет идти что? Один единственный поток информации. Единственно верный поток информации. Мы что, разве к этому идем? Мне казалось, что все-таки комитет по правам свободы слова, по вопросам свободы слова, должен отстаивать идею свободы слова. И ни в коем случае не допускать вмешательства государства в свободу слова. Ни в коем случае не допускать возможности, даже потенциальные возможности ограничения свободы слова. Есть информационная война. Давайте бороться на так называемом информационном фронте. Давайте создавать правильный контент. Давайте сделаем его столько и такого качества, чтобы люди хотели смотреть этот контент. И все. И чтобы это был честный опять же контент. Потому что люди смотрят то, что отображает действительность, а не вымышленное что-то. И, соответственно, если мы так сделаем, мы сможем и победить в войне, и сохранить свободу слова в стране. И нам не нужно, не будет блокировать какие-то информационные каналы. Но это то, как мне видится, как мне кажется. Может где-то я ошибаюсь, может я неправильно оцениваю политику комитета. Но это то, что мне, друзья, показалось. А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли закрывать телеграм-каналы? Стоит ли закрыть вообще телеграм в Украине, для того, чтобы не допустить сюда, в наше информационное поле, информацию ту, которую нельзя допускать, которую закидывает страна-агрессор? И нужно ли из-за этого рисковать своей свободой слова в принципе? Потому что встанет же вопрос, если мы сейчас закроем телеграм, то откроем мы его потом, когда закончится война. Тоже хороший вопрос. Как вы думаете? У меня на этом все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.